так ребят всем привет сегодня у нас штанги стабилизатора на замене меняем штанги оригинальная ворвоз к они уже все развалились меняем тяги тяги ставим фирмы растар сейчас ставлю тягу и задался таким вопросом прошлый раз когда снимал для вас видео когда полностью накидывали все под этот трясли всю подвеску на волю ставили тяги рустар я заметил что пыльники были у нас резиновая черная сейчас тяга пришла уже силиконовыми задался вопросом это задан чего-то зависит или рустар полностью перешел на технологию уже полимеров и используют уже силиконовые все пыльники на всех тяга и тому подобное такой вопрос у меня возник хочу замутить такую штуку в общем давайте сделаем так хочу оставить ссылку в описании на роста давайте будем заснимать давайте будем заснимать маленькое видео там секунд на 20 не больше со своими вопросами можете отправлять либо мне на youtube сообщества либо на 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 давайте я ставлю ихнюю ссылку на телеграм или на их youtube канал и будем задавать такие вопросики им всякие по поводу их не продукции и тому подобное вот у меня вот возник такой вопрос маленечко все это накопим и отправим соответственно их попрошу они снимут видео с этими ответами ответят на наши все интересующие вопросы такая вот идея сейчас посетила меня смотрю потому что прошлый раз точно помню вставили были пыльники резиновые сейчас силиконовые с чем это связано метро стар прошу вас ответить давайте сейчас спросим у олег сергеевича может он еще что-нибудь подскажет вы же даже смотри фишка хочу замутить руку короче зададим ростары вопросы снимем то есть каждый кто имеет вопрос коротенькое видео за снимая отправляет либо мне сообщество на мой канал сделаю ссылку и отправлять будет ростара и у кого есть такие вопросы пусть но за снимут коротенько видео и зададут его есть у вас что спросить с данной организации тем более вы присутствовали там на заводе были ездили давайте контянем вопросов практически никаких нету ходит так то должен вопросы задавать те которые часто импульсуются вопросов нет мы же не знаем пока вот расстались и устраивают все ходит довольно сносно амортизатор вот сейчас тоже поставили не сталкивались с ней поставили пока тоже нареканий нет даже оригинал было то что ставим месяц-два и кстати скоро выйдет уже очередное видео по тестам ростар молодцы достойно оригинальным импортным за системы кстати неплохая вообще вот с тягами во все все четко нажал узнаем еще лучше чем лучше там парик поэтому по инструменту вот бы специальный какой-то хотелось чтобы конструктора разработали инструмент еще поделать съемники вот особенно пальцы которые снимают по листальным бокам тоже на оправке кинем или до поправки вот съемники не обязательно там кинематические какие-то можно и ручные делать на станции кто-нибудь типа модную резьбу какую-нибудь сделали не обязательно резьбу есть вот как типа в мясорубке такие же схемы крутишь подавлят-давлят получаться пресс наручный не гидравлический не пневматические просто как и работают они не знаю как долго конечно долговечна но это все от нас уже зависит как пользоваться куда кидать за ронять и чем крутить вот я могу палубленах не разбился и в общем вот ростар вам даже уже второй вопрос я нашел я знаю они нас точно смотрят кстати у них эти беру но я думаю них сложно что не возникнет что-то все разработать не просто как идея да посмотрим огород сейчас вот с тягами там тягу менял что-то даже чаще продвижение идет пневмоинструментом уже водители сами с гайковертами с этими же что-то какую-то насадочку сделала раз ты таки все в дороге можно делать вот вам расскажу значит вопрос один сможете ли вы изготовить съемники или оправки мы можем испытать нет мы обязательно их испытаем это все даже не оговаривается в том плане то что это ну такой вопрос он сможете ли вы сделать какие-то съемники или еще что-то допустим ту же самую вашу продукцию легче было устанавливать что пальцы снимать можно было то сейчас тягу ставил вместо заснял какой неудобно правильно и никого алда не стукнуть не отбить ее ничего но я сама место не засняла этого меня сейчас не куда мы ставим чтобы это учета принимали а то вот как вот у нас есть под пальцы под рулевое может туда не заходит не что-то чисто вот волоски допустим сделать на чур я просто на волевых вот так все неудобно особенно с задними аккумуляторами на других то смотрели все легко и просто подлезть в общем вот такой еще вопрос покажу вам место про которое мы тут разговаривали так но разговариваем а вот труд это вот место это вот задняя тяга получается здесь так как бы у нас крылоту можно отогнуть съемником здесь вот конечно нереально которым пальцем снимает тем более вот здесь здесь у нас во первых тут уже идут аккумулятора тут стоит него баллон тут же стоит вот эта конструкция то есть сюда не съемником ничем удобнее подлезть и может быть ваши конструктора что-то смогут изобрести что-то вот в это место можно было как-то подлезть или как-то выдавить потому что на все знают что пальцы свет на конусах и все это дело очень здорово прикипает но и выглядит то еще удовольствие точно так же могу вам показатель по передним тягам спереди там тоже есть маленечко нюансом тоже простым съемником не подвести хотелось бы снимать все это было все быстро и безболезненно так скажем сейчас покажу еще передние ну и вот так же это все по передней части то есть такой кронштейн тоже широкий но и низ тоже по возможности хотелось бы конечно да чтобы это все снималось съемником потому что сюда 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 еще съемник подлажи но сюда уже нет прочее говорил как видим вот простой обыкновенный черный пыльничек на тяги видимо все таки наверно уходит они всего этого от резиновых да и будут ставить эти такие вот теперь силиконовые в общем ребят смотрите свои вопросы я как бы задал связался в общем с растаром там вообще просто настолько работают за открытые люди то есть в общем мы решили создать такую движуху и давайте так и сделаем на снимаем кучу видосиков кто стесняется может просто послать аудио сообщение и задать свой вопрос напрямую то есть растаром соответственно ростар все эти наши так скажем вопросы с кооперируют сделают свое отдельное видео то есть полностью специалисты ростара ответят на все интересующие вас вопросы сделают соответственно свое видео выложит и покажет ссылочку я прикреплю сейчас будет в описании и вот наверно если не за воду то есть видео сейчас всплывет номер телефона это номер телефона телеграма можете отправлять кран в телеграм все свои вопросы можете писать сообщество на моем канале присылайте свои видосики спрашивайте что вас интересует то есть там работают довольно таки серьезные ответственные люди на все вопросы они нам ответят то есть по поводу продукции по поводу там установки любые вопросы вам точно дадут все ваши вопросы ответы потому что комментарии когда мы ездили к ним на завод я снимал читал очень много было всяких различных вопросов мы просто все запомнить физически нет возможности вот кого конкретно интересуют какие-то вопросы давайте скооперируем ся напишем поддержим движуху то есть движуха вроде как замечается неплохая кого какие-то вопросы остались пишите записывайте маленькие видосики можно прям небольшие секунд по 20 по 30 достаточно то есть там просто взял телефон включил селфи камеру записал там рост арм у меня вот такой вопрос хочу вас спросить кто-то 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 все отправил вот как бы вот такую движуху все мы уже созвонились рост арм готов отвечать с этим вопросом не будет так что давайте поактивнее у кого какие вопросы есть отправляйте пишите ну и всем спасибо за внимание конечно вот такой сегодня получился нежданный ролик надо пробовать что-то экспериментировать тем более рост ар у меня к этой организации вообще вопросов не возникло везде нас провели все по-честному не везде все удалось снять не везде конечно удалось нам побывать но много цехов мы обошли то есть на все понравилось все устраивает тем более сейчас тестовая тачка ездит скоро она приедет обязательно заснимем на нее обзор я все так же засниму засниму пробег все покажу должно получиться нормальное видео я так думаю что посмотрим в каком состоянии то есть пробег там уже должен быть в районе 30 тысяч то есть можно какие-то первые выводы сделать так что давайте не ленитесь участвуйте то есть то есть заодно посмотрим какие вопросы задавались как на них нам ответили всем спасибо за внимание всем пока I'll be back я вернусь